Жрец войны, первый босс в рейде, гибель короля. Зал, в котором происходит столкновение, поделён на три части. Левая, центральная и правая. На каждой из сторон есть кнопки платформы, так что разделитесь заранее на группы по двое игроков. Там же, напротив каждой кнопки, саят высокие идолы с рунами. Но давайте обо всём по порядку. Встав на все три платформы, вы запустите этап. Сам босс появляется на возвышенности в центре, напоминающий сцену. Когда босс появляется, вместе с ним на вас начнут переть толпы мобов. В первой волне мобы проще, обычные бойцы улья с красной полосой здоровья. Затем справа и слева выйдут по две ведьмы, которые представляют уже куда большую угрозу. А в последней волне противников, вам нужно убить рыцарей с жёлтой полосой здоровья. После того, как вы убьёте этих рыцарей, ждите надписи «Чтение символа началось». В этот момент, один из игроков на центре наступает на платформу и обращает внимание на обратную сторону идолов. Стоя на центральной платформе, свободно просматриваются только правая и левая. Игроку нужно будет определить и сообщить о том, какой символ горит. Правый, левый или центральный. Про центральный догадываемся методом исключения, если не горит ни правый, ни левый. После того, как вы определили, что светится, игрок с центра сходит, а на определённую им платформу встаёт другой игрок и также смотрит наизнанку других столбов в его поле зрения и сообщает, кому вставать следующему. Таким образом, если человек со средней кнопки сказал, что светится левый камень, он должен отойти со средней, а кто-то с левой стороны должен встать на свою кнопку. Когда этот игрок встаёт на свою платформу, он увидит, что один из камней на другом столбе светится. Назовите столб какой стороны подсвечен и пусть он встаёт на свою кнопку. На этом этапе вы уже не должны сходить с платформ после того, как средний игрок сойдёт со своей и назовёт, с какой начинаем последовательность. Встав на все три правильно, вы начнёте фазу урона. Давайте подведём промежуточный итог. Убейте рыцарей, выходящих по трем сторонам, и ждите надписи о начале чтения. Игрок на центре встаёт на свою кнопку и определяет, с какой стороны начинается последовательность, после чего сходит со своей кнопки. Кто-то на стороне со светящейся руной встаёт на свою кнопку, после чего называет, какой столб светится следующим и не сходит уже со своего плейта. Человек из третьей пары встаёт на плиту, завершая последовательность, и начинается фаза урона. После того, как последний человек встанет на свою плиту, он начнёт светиться красным цветом из-за полученного бафа под названием клеймо адепта. Только при условии нахождения в этой красной ауре игроки могут наносить урон жрецу войны. Держится купол всего 15 секунд. Учитывайте также и то, что вам следует дамажить босса, находясь неподалёку от одного из трёх столбов в комнате, поскольку в финале фазы босс будет кастовать такой испепеляющий белый свет, от которого можно спрятаться только буквально в тени этих столбов. Пока идёт обратный отчёт таймера клейма адепта, какой-то один игрок из вашей команды должен пойти искать одержимого рыцаря, такого же, как на предыдущем этапе с тотемами. Этот рыцарь никогда не появляется в той части арены, в которой находится кнопка последняя в очереди перед уроном. То есть, если последняя плита, на которой кто-то вставал, была правой, то одержимый рыцарь появляется в середине или сверху слева. Как только вы убьёте рыцаря, возьмите с него сферу и бегите обратно к игроку с красной аурой, в которой стоит вся команда и вносит урон. Украдите клеймо адепта у держателя ауры, когда останется всего пара секунд на его обратном отчёте, чтобы продлить фазу нанесения урона. Теперь попросите кого-то другого выбежать и поискать следующего одержимого рыцаря и также обновите баф. Это будет последний рыцарь. Дальше просто отчитывайте таймер и сосредоточьтесь на нанесении урона боссу. Помните, не убегайте, когда фаза нанесения урона закончится, так как босс запустит этот испепеляющий свет и все, кто стоит не в тени столба, погибнет. После того, как этот свет погаснет, столб, за которым пряталась ваша команда, исчезнет и больше не сможет использоваться для укрытия. Однако всё ещё будет сигнализировать об очерёдности кнопок, просто повисшим в воздухе пламенем. Вот и весь процесс. У вас будет 4 фазы нанесения урона. 4. Предел перед яростью. Столбов для укрытия уже не будет, так что либо умрёт босс, либо вся ваша команда. Для урона на дейване мы использовали бремя и дзанаги, божественность, линейные винтовки, кладезь варлока и новые ульты охотников. На этом всё. Дальше вас ждёт следующий босс, Огр Голгород, который напугал так много статиков. Не пропусти ролик, подпишись на канал и до связи! Субтитры подогнал «Симон»!